Всем привет, ребята! Меня зовут Богатей ищи Ди, добро пожаловать в новое видео! Последние два месяца по понятным причинам мои выходы в эфир сложно было назвать регулярными, но теперь, когда я полностью в атмосфере безопасности и мира, я буду работать практически каждый день, как в старые добрые времена. Поверь мне, я поэтому очень сильно скучал. Без видеоконтента я не я, я люблю это делать, поэтому буду продолжать это делать и впредь. Надеюсь на твою поддержку лайком и комментарием, это поможет каналу снова задышать полной грудью после такой паузы. Столько всего в мире происходит, даже не знаешь, за что ухватиться, поэтому начну с Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, которая вчера озвучила долгожданную порцию информации о том, что в попытках сгладить рекордную за последние 40 лет инфляцию она собирается поднять процентную ставку аж на 50 пунктов. Также она снова заявила о том, что ее целью является постепенное уменьшение количества активов на балансе. Как же отреагировал на это биткоин и его холдеры? Биткоин, как и альткоины, подросли, но нас интересует анчейн-метрика. Во-первых, хешрейт биткоина находится на новом историческом пике, так высоко он не был последние 3 года. А это означает, что все больше майнеров, все больше безопасности, все больше устойчивости и все больше интереса появляется к сети биткоина. Также вторая метрика, как указывает Ларк Дэвис, говорит о падающем количестве биткоинов на биржах. Это значит, что люди приходят на биржи, выкупают биткоины и выводят к себе на кошельки. Кто же это делает? Дэвис уточняет. Это делают розничные инвесторы, киты, финансовые институты и организации. Также он добавляет, что и он тоже покупает биткоин. Напиши в комментариях, покупаешь ли ты биткоин сейчас или ожидаешь дальнейшего падения. Ты также вполне можешь задать вопрос, а зачем его сейчас покупать? Ведь начинается самая жесточайшая рецессия со времен Великой Депрессии. Что ж, в поисках ответа на этот вопрос нужно посмотреть на еще одну метрику. Она показывает нам количество биткоин-холдеров, которые находятся на данный момент в плюсе. И таких холдеров сейчас около 72%. И если мы посмотрим на этот график, то увидим, что в прошлой медвежьей рынке этот показатель был гораздо ниже. Например, в 2018 году это было 45%, в 2020 – 54%. То есть, до сих пор, несмотря на все падения, огромное количество холдеров считают прибыль после покупки своего биткоина в прошлый раз. Однако, это может означать, что медвежий рынок биткоина может и не закончиться, пока количество холдеров в плюсе не достигнет средних отметок прошлых медвежьих рынков. Это около 45%. Поэтому я могу видеть два сценария для биткоина. Либо медвежий рынок продолжится, пока количество холдеров в плюсе не достигнет 45%, либо мы увидим похожий сценарий, как в этом примере. Выход из этого треугольника вверх при условии закрепления выше верхней границы на фоне увеличенных объемов. Это очень важно. За этим нужно обязательно следить. Кстати, добавлю еще, дно цены находится обычно там, где люди чувствуют себя хуже всего и массово ожидают продолжения падения. Именно эта точка на графике и будет точкой отскока. Конечно, если бы мы умели видеть будущее, то все люди были бы супербогатыми. Но мы можем лишь предугадывать какие-то действия в рамках образовательно-развлекательного контента. Но лично я, как обычно, являюсь биткоин-оптимистом на длинной дистанции. Давай теперь поговорим про некоторые интересные новости, которые связаны с криптовалютой, а также про несколько альткоинов, на которые стоит обратить свое внимание прямо сейчас. Начнем с того, что Панама легализует использование биткоина и целого ряда других криптовалют. Причем использование без каких-либо ограничений. Какие это криптовалюты? Это, конечно же, биткоин, эфириум, XRP, лайткоин и голд, HDC Network, Stellar XLM, Yota и Algorand. Да, некоторые выбранные ими альткоины удивляют, особенно HDC Network, не часто такое увидишь. Панамские законодатели одобрили законопроект, который разрешит использование биткоина и перечисленных криптовалют для оплаты налогов и приватных транзакций. Налоги в этой стране будет разрешено платить криптовалютами. По мнению Панамы, это поможет стране стать лидером инноваций и технологий среди стран Латинской Америки. Также это даст больше рабочих мест и финансовых вливаний в Панаму. Думаю, что этот тренд подхватят как минимум и остальные страны Латинской Америки. Это очень вдохновляющая новость, которая приведет любую страну, которая повторит за Панамой, к развитию, созданию и процветанию. А сейчас давай поговорим про некоторые криптовалютные проекты, которые я считаю перспективными. Однажды мы уже говорили о ZK Rollup, которые мне до сих пор кажутся весьма многообещающими. Они направлены на улучшение блокчейна эфириума и создание блокчейна второго уровня, который быстрее, дешевле и легче масштабируется. Одним из таких решений является оптимизм. Оптимизм Rollup. Наверняка ты слышал о таком, если изучал Rollup. Почему мне вдруг он стал интересен? Потому что они собираются создать собственный токен и по его созданию провести аирдроп, то есть раздачу этих токенов среди пользователей. Ну и торговаться этот токен тоже будет. И недавно стала известна новость, что это произойдет уже летом. Из этого твита мы можем увидеть интересную надпись, которая как бы намекает, ведь разработчики называют это лето OP Summer. OP это токен оптимизма, который они собираются запустить. Кажется, нам намекают на то, что именно этим летом они создадут таки свой токен и раздадут его своим пользователям. Причем раздадут как старым, так и новым пользователям оптимизма, который, кстати, уже достаточно рабочий, как ты видишь. Таким образом разработчики оптимизма привлекают и стимулируют людей пользоваться своим решением для масштабирования эфириума. Почему меня это заинтересовало? Почему именно их токен? Мы уже не раз видели такое привлечение аудитории за счет таких раздач. Например, это было у Solana, которая потом выросла до 250 долларов. Это было у Algorand и даже у эфириума. Раздача при этом будет проходить в два этапа. На первом этапе токены получат ранние пользователи. Это уже началось и продлится три недели. А второй этап заденет уже оставшихся пользователей, которым нужно просто присоединить кошелек к оптимизму и провести хотя бы одну транзакцию. О следующем проекте мы уже когда-то говорили. Это Лидо. С помощью него я стейкаю эфириум. Можно и Кусаму, кстати говоря. Но ты это помнишь. Почему он снова привлек мое внимание? Потому что внезапно 4 мая он стал лидером по количеству залоченной стоимости в нем. Это около 20 миллиардов долларов. Как мы видим на DeFi Lama даже чуть-чуть больше. 20 миллиардов долларов. Такая залоченная стоимость, которая сделала Лидо лидером DeFi проектов на тот момент, означает повышенный и растущий интерес к этому проекту. И хотя его цена упала с 6 долларов до 3, я считаю это хорошей возможностью для того, чтобы купить этот перспективный проект, интерес к которому будет расти и дальше. Лидо это инструмент, который позволяет пользователям легко стейкать эфириум, терра, солану, Кусаму и полигон. Эфириум они позволяют стейкать по 3,6%, а Кусаму, например, по 25,6%. Сейчас, как мы видим, общая залоченная стоимость во всех DeFi проектах составляет чуть более 200 миллиардов долларов, из которых почти 20 миллиардов это лидо. То есть только в этом DeFi протоколе залочено 10% всей залоченной стоимости всех DeFi проектов. При этом почти 30% эфириумов в бекон-чейне стейкают именно здесь, в лидо. Так что этот DeFi протокол становится все более популярным и не зря однажды я его заметил и рассказал тебе о нем на этом канале. Но есть еще кое-что очень интересное. Совокупный уровень использования всех DeFi протоколов по всей планете составляет всего 9%. То есть перспектива роста у сектора колоссальная. DeFi перепишет то, как раньше работала вся финансовая система. И лидо, скорее всего, тоже внесет свою лепту в изменение мира финансов. И на самом деле на фоне блокировки централизованных бирж это очень, очень многообещающе. Теперь я хочу поговорить про NFT и Илона Маска. NFT я до сих пор считаю перспективными. Я даже минтил некоторые самостоятельно. А Илон Маск опять начудил. Он изменил свою аватарку в Твиттере на картинку из коллекции NFT BoatApe NFT. Означает ли это, что он их купил? Об этом более подробно рассказал Гэри Вайнерчук, генеральный директор Вайнер Медиа, создатель NFT коллекции VFriends, инвестор в Твиттер, Coinbase и так далее. Он считает, что Илон Маск не обязательно держит руку на пульсе всех тенденций NFT в последнее время. Но он точно считает NFT BoatApe одним из лучших NFT проектов. Далее цитата. Я могу сфотографироваться напротив Ламборгини или здания в Манхэттене, но это не значит, что я владею ими. Но блокчейн и NFT меняют это. То, как сделал Илон, скачал картинку и загрузил на аватарку в Твиттере, не означает, что он владеет этими NFT прямо сейчас, как в реальной жизни. Что ж, в этом есть логика. Илон Маск не обязательно владеет NFT от BoatApe, но все-таки считает этот проект достойным вниманием миллионов. Также, если мы продолжаем тему с NFT, будет интересна и следующая новость. Coinbase опубликовал твит, в котором написал «Это происходит». Мы все очень рады анонсировать запуск собственной площадки для торговли NFT – Coinbase NFT. И даже ссылку дали, где уже можно зарегистрировать свой аккаунт для торговли. Я так понимаю, что это будет аналогом Binance NFT. А значит, пользователи крупнейшей биржи на планете Coinbase смогут торговать NFT совершенно легко и непринужденно после запуска этой площадки. Им даже не придется ничего изучать из технической части. Кстати говоря, обычно это и является барьером для того, чтобы новые люди входили в это пространство. Еще один проект, который достоин твоего внимания сейчас – это, конечно же, Cardano. Посмотри на этот график. Интерес розничных инвесторов стремительно растет. Оранжевый график на этой диаграмме. Балансы, которые трейдеры держат меньше месяца, выросли на 186% за последние 30 дней. Взрыв просто невероятный. Кстати, адреса, существующие меньше 30 дней, сейчас содержат 36% всех монет Cardano в доступной циркуляции. Последний раз такой скачок был перед булраном 2017-2018 годов. Это очень серьезный звоночек. Кроме этого, летом мы ожидаем новые хардфорк для Cardano, призванные увеличить масштабируемость, производительность и эффективность сети Cardano. И, наконец, последняя тема, очень важная для всех российских пользователей биржи Bistamp. И, наконец, последняя тема, очень важная для всех российских пользователей биржи Bistamp. Сначала это была только биржа Binance, теперь еще и Bistamp. Назревает какая-то нездоровая тенденция. Итак, еще одна биржа Bistamp ввела санкции против граждан России. В отличие от Binance, они не просто закрывают все функции аккаунтов, но даже запретили вывод средств. Как утверждают попавшие под блокировки пользователи, биржа обещает вернуть доступ, как только получат соответствующее разрешение от регуляторов. А это, скорее всего, произойдет еще не скоро. Вот так выглядят письма, которые получают пользователи Bistamp с объяснениями о возникшей ситуации. Ну что тут сказать? Скоро в России одни DEX и останутся. Децентрализованные биржи типа SundaySwap, Uniswap, PancakeSwap и так далее. Предрекаю их бум среди российских криптопользователей, а значит, скорее всего, и токены с ними связанные тоже взорвутся в цене. Очень хорошая возможность, как по мне. Также, исходя из этой ситуации, мы можем сделать вывод, что только Web3.0 спасет этот финансовый мир, где могут воровать, замораживать и отбирать твои деньги просто потому что могут. Использовать фиатные деньги в качестве оружия равно дать зеленый свет криптовалюте. Криптовалюта строит параллельную финансовую систему, и я вижу по количеству обменов на своем обменнике, что это действительно так. Обмены с фиата в крипту выросли раза в три за последний месяц. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Был очень рад с вами пообщаться. Теперь общаться будем каждый божий день. Поэтому подписывайся на канал, если ты тут впервые. Также нажми на лайк. Это поможет каналу снова вернуться в алгоритмы Ютуба. Мне это очень-очень нужно. Большое спасибо за вашу поддержку. Увидимся завтра. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok